Обвинение бывшего генерального директора Тихоокеанской мостостроительной компании Виктора Гребнева стало одним из самых громких уголовных дел в Приморье и вызвало общественный резонанс. Ему предъявили два обвинения – растрата бюджетных средств и преднамеренное банкротство компании. В прошлом выпуске с адвокатом Виктора Гребнева Игорем Поляковым мы говорили об одном из них – хищении на космодроме Восточный. А сегодня обсудим второе – умышленное банкротство компании ТМК. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Игорь Поляков, известный адвокат, адвокат Виктора Гребнева. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Здравствуйте. Для начала, наверное, стоит объяснить, что такое умышленное банкротство компании. Преднамеренное банкротство. То есть Гребнев сознательно на протяжении нескольких лет, с 2012 по 2015 год, методично разрушал и пытался обанкротить, в конечном итоге этого добился, свою компанию. То есть зарезал курицу, которая несет золотые яйца. Но мы должны понимать, что на самом деле это такое же надуманное обвинение, как и предыдущее хищение денежных средств с космодрома. Почему? 196-я статья «Преднамеренное банкротство» – она как некий футляр. Это дежурная статья, которой можно в случае, если компания находится в предбанкротном или банкротном состоянии, можно ее подвести, подогнать к любому должностному лицу этой компании. То есть как в былые времена, кто-то, если занимался практикой в 90-е, 2000-е годы, там была такая резиновая статья 330-я самоуправства. Любого из нас можно было привлечь по этому составу преступления. Какие-то сложности, проблемы с квалификацией, переходи на 330-ю, нормально устоит в суде. Вот такая же 196-я статья. Разумеется, она сама по себе, как вот этот пустой сундук, в ней ничего нет. Как я уже сказал, это футляр. Но в нее начинают брать какие-то отдельные эпизоды, связанные с хозяйственной деятельностью компании, финансовыми операциями. И вот его набивают, вот эти мешочки, и она тяжелеет, этот футляр, становится преднамеренным банкротством. Но реально, когда вот это все сепарировать, и каждый вот этот эпизод разобрать, то есть он из себя ничего не представляет. Это обычная хозяйственная какая-то операция, не более того. Поэтому в нашей ситуации говорить о преднамеренном банкротстве директора Гребнева нельзя. Так вот, в данном случае прокуратура и следствие якобы проанализировали, не якобы, а проанализировали действия Виктора Гребнева за определенное количество лет в компании, как директора компании за три года. И пришли к выводам, что некоторые такие эпизоды... Четыре эпизода. Четыре эпизода, да. Их могло быть 10, 20, 30, сколько... Да, являются, собственно, подтверждениями, по их мнению, тому, о чем мы сегодня говорим. Да, совершенно верно. Расскажите, что это за эпизоды? Ну, самый первый эпизод, как и все четыре, он тоже странный и, по-моему, нелепый. Это в период саммита АТС, он арендовал спецтехнику и считается, по мнению следствия и экспертизы, которую провело следствие, что он эту технику арендовал по завышенным арендным ставкам, а нужно было по заниженным арендным ставкам. Чтобы мы понимали, когда строился Золотой мост, Федеральный университет, Низководный мост, там много объектов, ТМК было основным генподрядчиком. Техники своей, в том числе и российской, или советской, было недостаточно. На такие объекты федерального значения привлекается мощная современная техника, ну, типа КАТО, липхеры на гусеничном ходу, кабелки. То есть, это какая-то могучая техника, там, стотонная. То есть, у них такая грузоподъемность. Некоторые из них, вот эти вот аппараты космические, назовем так, марсианские, они вообще в одном единичном экземпляре в России. Там одна-две единицы, больше они не требуются. И, разумеется, они привлекаются. Читаем, Гребнев привлекал по завышенным расценкам. Не можем понять, какие выводы, откуда они сделаны. В экспертизу приложили оценки, где приводятся таблицы, коэффициенты, гиперболы, параболы, как это умеют оценщики, эксперты, назовем это так, заказные, как они умеют это все оформить. Страшно читать. Но почему оценщик не из Приморья? И выясняется, что в Приморье, на Далнем Востоке, а оценщиков, как риэлторов у нас. Куда ни обороти свой взгляд, их тут тысячи. Здесь не нашлось ни одного человека, который в угоду следствию подготовил бы такую экспертизу. Потому что техника боролась не по завышенным арендным платежам. Но нашли, страна большая, разумеется, нашли человека с центральной эксперта, там, какого-то профессора с центральной части России, который как угодник подготовил те выводы, которые интересовались следствием. Иначе просто эту экспертизу не приняли бы у него. И в этой экспертизе делается вывод о том, что да, завышенный. Но начинаем разбираться теперь по сути, почему оценки завышены. Оказывается, лукавый доктор не сравнил ни с чем. Давайте скажу по-другому. Если я арендую технику, мне можно сказать, подожди, за что ты вот эту машину арендовал? Почему арендовал за 3 или за 5 тысяч рублей, если она, вот стоят аналоги, за тысячу рублей? И будет все очевидно. Есть такой в оценочной деятельности сравнительный подход. Он к определенным предметам, вещам. Охват делается, да? Он делает охват, да. И только он применим. Есть там еще другие методы затратные, там доходные, не будем углубляться. Но в случае, когда что-то сравнивают технику, только сравнительный метод. Он этого не сделал. Он уклонился от этого. Тихо забыл про этот метод. Использовал второй, там третий. И вот эта формула и формула, и нагородил, нагородил, нагородил. То есть вот эта вот борода каких-то там объяснений, обоснований. Да, аренда завышена. Начинаем в суде. Но все-таки надо отдать ему должное. У человека, наверное, совесть есть. И когда ему спросили, в конце концов, все понятно, вы экспертизу подтверждаете. Вы скажите, аренда-то завышена, с чем вы сравнивали? Он сказал, не знаю, потому что у меня не было возможности с чем-то сравнивать. То есть он сделал теоретическое заключение, оторванное от жизни. Разумеется, со своей стороны мы представили, там в деле есть документы Крайстат управления, о том, что какие расценки были на эту технику в тот момент. Нам сказали, таких расценок не было. Мы представили свое альтернативное заключение экспертное, из которого следует, что, подождите, эксперт не имел, ну в том числе рецензию на вот эту вот экспертизу, назовем это условно-государственную, то есть по инициативе следствия. И нам пишет наш эксперт, он не мог применять иные методы, кроме как сравнительный подход. Раз нечего сравнивать, тогда не надо говорить, что аренда завышена. Ну то есть, чтобы мы понимали, там вот по этим же расчетам можно сделать для наглядности, наш эксперт сделал вывод. То есть этот же джип люкс-класса, там, Land Cruiser, можно, оказывается, арендовать за 800 рублей в сутки. Я не знаю, зачем все люди ездят на такси да на автобусах. Бери, иди куда там у нас, в Lexus Center, бери, или там в Toyota Summit Motors, бери за 800 рублей и катайся сутки. Ну это же смешно. Но такое заключение было подготовлено. Но грустно то, что люди, которые никакого отношения не имеют к стройкам, которые не понимают, какой технике идет речь, они теперь делают выводы и оценивают действия строителя. Какую технику надо было привлекать для стройки саммита ЭТС, по каким арендным ставкам. То есть это делают, ну понятно, служащие, в том числе правоохранительный блок, но они забывают, что они чиновники, они не понимают строительство. Они бюрократы, они только бумажки перекладывают, они все стоят с ложками, а вот этот с сошкой работал Гребнев, и теперь они дают оценку его действиям. Они должны понять, что они как паразиты на теле трудового народа. Трудовой народ это Гребнев. Как они могут оценивать, что он правильный? Как термиты, забежали в муравейник, там все работало, труженики муравьи, все поделено. Разворошили, муравьев почикали, все развалили, Гребнева в кандалах уволокли, все отрапортовались в интересах государства, все это произведено. Какие интересы государства, с какой целью вы это делали? Ну, разумеется, им виднее, какой техникой нужно было производить стройки, в пряморе стройки вот этого века, назовем так. Таким образом, аренда спецтехники по завышенным расценкам, это неправильно делать такие ВВД, и уж тем более говорить о том, что Гребнев эту технику привлекал с целью умышленно обанкротить компанию через несколько лет, ну, это вывод совершенно неправильный, и он очевидно, что он очень надуманный. Следующий момент, о котором говорит следствие прокуратура, это выдача векселей. Да. Давайте так, чтобы не углубляться в подробности, мы просто зрителя утомим. Скажу так, выдача векселя была, там параллельно сопровождалась переписыванием кредитных договоров с аффилированной компанией, не Гребнева, а соучредителя этой же компании, ТМК. Но, чтобы вот упростить, скажу так, в процессе мощного строительства аффилированной компании, банки, кредитные учреждения, они позволяют себе всякие финансовые и договорные движения, которые в конечном итоге направлены на результат. По векселю, который был выдан на 288 миллионов, в платежи не прошли, и потом с этим разобрались. Ну, давайте скажу по-другому. Вы мне выдали вексель на миллиард, да? Я вам должен, разумеется, в получении денег. И меня моя семья говорит, вот ты в банкротное состояние ввел, зачем ты отдал ей 288 миллионов или там миллиард, а получил от нее эту бумажку. Я на это буду возражать и говорить, да какая разница бумажка, хоть триллион давайте там напишем. Я не выдавал ей денег, вам в данном случае. То же самое там произошло. Операции с деньгами, фактически, они не были проведены. То есть это делалось между собой. Поэтому говорить о том, что Гребнев здесь компанию ввел, также в преднамеренное банкротство нельзя. Вексель можно было вообще спрятать, разорвать, никто бы его не увидел. Следующий момент. Дарение квартир работникам компании ТМК по итогам саммита. Что здесь? Дарение квартир – это вот этот эпизод, он сам по себе вызвал бурю негодования, возмущений даже в самом ТМК и тех, кто понимал, какая важность была стройки. По результатам, успешным результатам строительства всех объектов, в том числе и Золотого моста, и прочим, Гребнев несколько человек отблагодарил, передав им по договору дарения квартиры обычные, сразу скажу, это вторичный рынок жилья, не какие-то элитные многокомнатные, однокомнатные квартиры. Он их передал в благодарность, о чем говорилось до начала этого строительства, в благодарность за то, что эти руководители филиалов, бригадиры, они смогли успешно тот фронт работ, который им поручили, успешно в срок сдать, построить качественно. Получая эти несколько лет, живя в каких-то там бытовках, специалисты экстра-класса, получая там обычную зарплату, там 40-50 тысяч рублей, они получили, это мера материального стимулирования труда, она предусмотрена трудовым кодексом. То есть это на практике соблюдается. Более того, ТМК, когда заходила на объект, были конкуренты, то есть это японская компания, французская компания. Если бы они зашли, то есть там бы их специалисты получали не по 40 тысяч рублей, сколько в переводе, это 800 долларов, примерно 700, они получали бы по 50-100 тысяч долларов в месяц, специалисты экстра-классы. Но когда он это передал, говорит о том, что это преднамеренное банкротство, ну это просто неправильно. То есть эти квартиры, они сами по себе, в обороте ТМК, миллиардным, они в активах ТМК, они составляли там какое-то 0-0-3 процента, говорит о том, что это преступление было нельзя. Это просто благодарность людям, она законна, они заслужили это. И то, что сейчас прокуратура готовится эти квартиры отбирать, это очередное неправосудное какое-то действие, которое инициировано органами исполнительной власти. То есть я так понимаю, что люди так же сейчас... Они все возмущены, люди. Они не понимают, почему у них должны отобрать то, что они наработали. ФСБ проверяла эти стройки. Хищений не обнаружено. Ноль хищений. Люди имели право на примирование. Ну, ТМК сейчас вообще нет. Если будет какое-то строительство у нас в крае, то уже будут привлекать, наверное, зарубежных специалистов. Там расценки будут уже абсолютно другие, в разы больше. Ну, так. Игорь Михайлович, давайте сейчас ненадолго прервемся. Мы сделаем небольшую паузу, посмотрим короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Игорь Михайлович, есть еще один момент, о котором говорит следствие, говорит прокуратура. Это заключение подрядных договоров с рядом компаний, заведомо не имея возможности расплатиться с ними за выполненные работы. Давайте я сразу поясню. Это как раз четвертый эпизод, который входит в преднамеренное банкротство. Гребнев на стройке саммита АТС, разумеется, привлекает, как и любой генподрядчик, субподрядчиков. Эти фирмы он давно знал, он с ними работал много лет. Это деловые партнеры, дружественные и прочее. Разумеется, какие-то работы они выполняли. Гребнев, ожидая поступления денег от стройки саммита АТС, должен был и с ними расплачиваться. Частично расплаты шли. Но в какой-то момент по стройкам саммита АТС платить так же перестали и как по космодрому. То есть начались задержки платежей, что-то компанию просили слезно сделать за свой счет. Много всего. На предположим, перенос памятника героям Тихоокеанцев. Это сложная конструкция, алюминиевая, внутриполая, слепленная, скрепленная. То есть ее просто так нельзя перенести. Это памятник краевого значения. Он развалится тут же в одну минуту. Инженерные там все эти расчеты, это стоило десятки миллионов. ТМК сделала за свой счет. Какие-то вещи по золотому мосту делала за свой счет. Ей задолжали, как и по космодрому, больше миллиарда. Ей эти деньги не перечислили, разумеется, какими-то каплями, как с пипетки. Кап, кап, кап. Она начинает задыхаться, как животное, которое перекрыли, там, гортань, воздух не поступает. Она перестает платить субподрядчикам. Разумеется, следствие прокуратура говорят к моменту возбуждения дела, так он же преднамеренно, он же банкротить хотел свою компанию и вас привлекал, чтобы преднамеренно получить вашу работу рабскую и не заплатить. То есть, люди-то понимают, и поэтому эти деловые партнеры, эти предприятия, их там несколько десятков, говорят, подождите, ну а в чем Гребнев виноват? Вы верните ему деньги, он расплатится и с нами, как с субподрядчиками. Им тут же объяснили, наследствие, кому непонятно, в прокуратуру. В вагончик посадили, объяснили и направили в сторону Гребнева. Государство вам ничего не должно. Это Гребнев, вот как знаете, стрелки перевели на железнодорожных путях и всех вот посадили, потерпевших. Вы потерпевшие, вот Гребнева и направили на Гребнева. Он говорит, так подождите, дайте мои с космодрома саммита ТЭСа 3,5 миллиарда, кажется, ну примерно, плюс-минус. Я закрою эти долги несущественные с ними. Но его уже никто не слышит, и вот эти люди, часть из них все-таки настолько порядочные и человечные, они не смогли подыгрывать. И откровенно в суд приходят многие и говорят, да мы не хотим быть потерпевшими. Нам сказали на следствии в прокуратуре, просто верните, от кого деньги получить за отработанные, ну работы выполненные, и мы уйдем. Мы не считаем, что Гребнев виноват. Вы ему не дали денег, он нам не дал денег. Схема простая, но это людской обычный мозг понимает, что все просто. Мозг следствия и надзор прокурорский, они всегда мыслят по-другому. У всех вот так, а они против часовой. Поэтому это четвертый и последний эпизод преднамеренного банкротства. Все это собрали вот в этот сундук, в этот мешок и на Гребнева повесили как гирю, сказали, вот ты преступник, ты хотел обанкротить таким образом компанию. Но каждый эпизод в отдельности он разваливается как нечто вот отработанное, вот это рыхлое. Ну вот их по этому собрали и вот в этот футляр, вот этот вот футляр, вот этот ящичек как гроб и все написали там это Гребнев. Преднамеренное банкротство. Ну у адвокатов безусловно есть свои аргументы. Вы сегодня их уже даже немного озвучили. Но хочется чуть подробнее поговорить на этот счет. Я знаете скажу так аргументов очень много их несколько десятков. Каждый аргумент это блок с доказательствами с аналитикой оспариванием доказательств обвинения. Он как вот радуга. Все вот надо аккуратно аккуратно мы не уложимся в лимит времени. Не хватит времени. Поэтому поверьте аргументов очень много. Они сильные они они правдивые. Сильные не потому что адвокат там что-то хочет там загулять захоровать. Просто они настоящие реальные. Это обычная аналитика. Они есть эти аргументы. Скажу одно причин здесь даже не главное какие аргументы защита выставляет. Вы помните преднамеренное банкротство нужно объяснить почему компания обанкротилась. И для этого нужно перейти к причинам. Вот если мы говорим давайте перейдем к причинам. Если мы говорим о причинах банкротства то их целый ряд первая это объективная причина которая не зависела ни от Гребнева ни от последующего руководства ТМК потому что в какой-то момент сменили и компанию начали добивать. Объективные причины спад в экономике в строительной отрасли кризис экономики очередной в России вот был. Потом отсутствие каких-то государственных контрактов после 2013 года. Чтобы вы понимали ТМК до 2013 года выполняло где-то 45 или 50 государственных контрактов. После 2013 ноль. Конечно и в самой компании идет спад она как бы ужимаются есть такой термин коэффициенты ликвидности они начинают гулять как вот синусы косинусы все вот это уменьшаться это нормальная жизнедеятельность организма организм то здоровый то больной у человека то болеет приболел то же самое и организация юридическое лицо оно то на пике то на спаде то на пике то на спаде были еще причины это руководство новое московское они решили ее как вот этого зверя просто расстреливать то есть начались вывод денег хищения но они за это осуждены были я не хочу с этот момент блок касаться но самая основная причина разумеется это не платежи по госконтрактам государство просто-напросто воспользовалось своей силой какие-то указания пошли по космодрому долги по саммиту ОТС долги миллиардные и это конечно же обескровило вот этого вот мастодонта краевого федерального дальневосточного уровня и компания начала соответственно валиться но это беда всех строительных организаций в последние 5-7 лет которые связываются с государственными контрактами почему то есть там схема совершенно банальная то есть компания заходит на стройку разумеется кредитуется не хватает оборота там миллиард там два они берут в какой-то момент работы выполняет платежи перестают поступать она начинает задыхаться в какой-то момент происходит щелчок чей-то и выходит маленькое какое-то предприятие кредиторчик с небольшой суммой и компанию ввергают в банкротство сбивают генерального директора ставят своего управляемого флюгера конкурсного который начинает ее добивать в конечном итоге идет процесс тут уже платежи никакие не происходят на директора возбуждает как правило дело несколько месяцев полгода компания там неважно какой срок ликвидируется все вот эти деньги которые должны были за отработанную за выполненные работы поступить они никто их не требует компания умершли на объект построен то есть наши строители на сегодняшний день как ослики которым холки прикрепили удочку с морковкой они контракт получили бегут бегут за этой морковкой в это время поле пахают вспахали поле уже на износ тощие как поросятов в 20-е годы где-то на Украине голодомор упали и в последовательном язычком раз-раз подтянули морковку похрумкали тут же следствие прокуратуры прибежало все это на каком основании там читаем пресс-релиз но он все отработано же да то есть осел из корыстных побуждений используя должностное положение хотел похитить морковку покусал ее причинил ущерб все трубят ну понятно первоначальное следственное действие сфотографировали осла с морковкой во рту там история морковки про то что он вспахал поле специально никто никогда не говорит ну после этого как положено обвинение после этого осел стоит какое-то время в кандалах в стойле после этого суд его отправляют там куда-то на рудники там в кандалах работать вот это все на сегодняшний день так происходит осел и морковка то есть все построил разумеется свидетели находятся иуды которые говорят да осел долгое время на протяжении месяцев вынашивал желание всем говорил что он хочет съесть морковку то есть все вот это вот говорят говорят но не о поле вспахано то же самое здесь все построено только долги так и не закрыты государством вот что Гребнев возмущенный пытался доказать и выбился из сил и здоровье не очень сильно подорвалась обострились хронические болезни как он сейчас вот как вот рыба по течению отплывет чтобы вот лишь бы доплыть до какого-то финала уставшие результаты то есть против течения он уже не может этого делать и итог да я и говорю то есть все сделано все построено претензии к нему он и говорит подождите так верните мне все долги я закрою все кредиты я заплачусь кредиторами и не будет больше банкротства но это уже не надо компанию нужно обанкротить ее уже начали рвать это же остался динозавр еще с советских времен приватизация все оголили сейчас вот ТМК это еще вот эти вот мастодонты ходили добрались до нее казалось бы давайте давайте ее ну помогите ей восстановить ее она нужна России она нужна и краю Игорь Михайлович вот действительно возникает вопрос да у меня как у обычного жителя страны если есть некий обвинительный тренд по отношению к строительным компаниям российским сегодня такой мы об этом говорили и в предыдущем нашем выпуске сейчас вы вновь озвучили его а что будет дальше ведь компания откажется заходить на они отказываются на сегодняшний день никто не заходит и как выйти по стройкам федерального значения уже проблемы построение компании никогда да не то что федерального по краевого значения есть подрядчики мощные строительные компании которые никогда не зайдут они скажут они говорят а зачем нас же потом умершлят а директора привлекут к уголовной ответственности поэтому в какой-то момент их вообще уже не станет этих компаний будут привлекать рабсилу или как я уже говорил иностранную силу рабочую или рабсилу то есть для своим компаниям отдают те привлекают дикие бригады также строился ДВФУ там дикими бригадами он построил ко мне обращались ну человек 50 с жалобами как взыскать деньги то есть их загоняют они что-то делают фронт работ им обещают платить 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 генеральный подрядчик не платят они просто собирают там свою технику и уходят тут же в этот день приходят другие и вот такими вот кусками все построено по методу остаточного принципа по экономии кто-то за злобы уже ложил там не металлическую трубу а пластиковую и вот лишь бы лишь бы на этом большая экономия это миллиарды экономятся когда в объеме строительства это миллиард можно сэкономить только кидая людей то есть не расплачиваясь придираясь человек это ТСТМК начали разбираться его начали как бы ломать а мелкий подрядчик он тут же от контрактов как говорят отпрыгивает как заяц все уходит в коммерческие поля он больше не хочет ничего он и не судится и ни с кого не требует потому что люди боятся переживают у нас сейчас атмосфера страха и подозрительности вон в прошлый раз передачу мы сняли с вами да большой там конечно резонанс мне звонили люди что они говорят они говорят Игорь Михайлович хорошо снял хорошо выступил молодец прощай то есть все не сомневаются что отменят мораторий на смертную казнь да и меня расстреляют потому что я такого он рассказал такие откровения жена вот уже неделю не скандалит тихо смотрит грустно на меня то есть зачем вот такое вот наговорил но это жизнь наша что они сделали с этим пример это ТМК это наглядный пример когда мы можем осветить а более мелких компаний сколько все поизуродовано поэтому сейчас работают как я уже сказал дикие бригады то есть сводные быстро собрали кого-то сделай все развалилось сделай а вот так что с механизацией с коллективом который 10-20 со специалистами профильными у которых сертификаты подтверждение признания международного их делового вот этого уровня знаний уровня профессионального знания их уже практически нет Игорь Михайлович в прошлом выпуске мы говорили о том что некое решение должно быть вынесено в суде в конце мая в конце мая должно было быть вынесено перенесли сейчас на июнь то есть пока что мы не можем о развитии событий каком-то Игорь Михайлович к сожалению наше время вышло я благодарю вас за этот разговор спасибо огромное что нашли время и пришли к нам сегодня я напоминаю что это была программа время говорить в студии работала Анна Бережная увидимся на 8 в следующем году Продолжение следует...